Покупаешь в интернете? Пользуйся кэшбэк, возвращаясь через деньги со своих покупок. Подробности в описании под этим видео. Приветствую всех, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Андрей Ковтун, и рад вас видеть на нашем канале AndroNews, рубрика распаковки. Сегодня я выскажу свое первое мнение о новом защищенном смартфоне от компании Blackview под названием BV6000. Признаю, что последние новинки от этого производителя меня не особо впечатлили, особенно Blackview A8, от него у меня было искреннее отвращение. Но эта новинка действительно интригует, ведь за ее работу отвечает процессор Helio P10, внутри 3 гига оперативной памяти, 32 гига постоянной памяти, заявленный класс защиты IP68, функция NFC, в общем-то полный фул. И цена данного продукта на момент записи этого видео составляет 190 баксов, без учета кэшбэк. Те, кто в теме, знают, что неподвальные защищенные смартфоны, в принципе, никогда бюджетными не были. А если учитывать техническую составляющую и новинки, это вообще улет. Посмотрим, так это или нет уже в этой видеораспаковке. Поехали! Итак, вот в такой вот упаковке поставляется BV6000. У меня завалялась упаковка BV5000, мы видим, что они полностью идентичны. Так, как-то так, короче. Вскрываем упаковочку и смотрим, что у нас находится внутри. Внутри у нас, разумеется, сам смартфон поставляется. Так, далее. Зарядное устройство. Так, посмотрим на параметры. Это напряжение 5 вольт и сила тока 2 ампера. USB кабель. Гарнитура. А вот в эту упаковку вымазалось немного амбушюра, но не думаю, что это проблема. Можно будет это вымыть, да? Так, и OTG кабель. То есть, функция OTG этот смартфон поддерживает. Так, вот такой вот пенальчик. Здесь, наверное, бонусы будут какие-то. В виде бонусов мы видим вот такую вот отверточку, какие-то вот заглушки. Это, видимо, для того, чтобы этот смартфон можно было погружать. Так, заглушки уже одеты. Это дополнительные заглушки. И это очень весомый плюс, потому что знаешь, что в защищенных смартфонах эти заглушки часто отваливаются и так далее. А дополнительные фиги найдешь. Так, убираем в сторону. Дальше это у нас мануальчик на английском языке. Вот такой вот дополнительный мануал. Так, вот указано, в каком случае можно погружать смартфон под воду. Нужно затягивать заглушки. Так, и затягивать болты до упора. Так, кроме этого, защитная пленка. В комплекте. Так, убираем все в сторону и начинаем знакомиться с новинкой. Перед этим я достану смартфон Blackview BV5000 для того, чтобы мы видели с вами отличия. Потому что отзывы о BV5000 не совсем лестные. Так, смотрим. Ну, это даже не работа над ошибками. Это действительно новый смартфон. Для начала я вам расскажу о материалах корпуса. Так, на левой боковой стороне и на правой у нас имеется металлическая вот такая вот вставка. Также имеются три механические кнопки. Одну из них вы сможете использовать в экстренных случаях. Это кнопка SOS. Вторая кнопка для работы раций. И третья механическая кнопка для включения основной камеры. На правой боковой стороне у нас также находятся три механические кнопки. С помощью одной вы сможете включить-выключить смартфон и заблокировать. И две кнопки регулировки громкости. Плюс-минус. Так, на нижнем торце у нас находится первая заглушка. Так, под ней спрятан у нас micro USB порт с поддержкой функции OTG. Скорее всего, USB кабель здесь нестандартный. Он немного утопленный для того, чтобы добраться до порта. Да, USB кабель немножечко удлиненный. Он нестандартный. То есть стандартный USB кабель вы сюда не вставите. Так, дальше. Дальше у нас на верхнем торце находится также резиновая заглушка. Открываем ее и смотрим, что у нас под ней находится. Так, под ней у нас находится стандартный джек 3,5 мм для гарнитуры. Я вам скажу, что он, скорее всего, немного утоплен. Вот я достал уши от Xiaomi. Ну, они не достают. Скорее всего, не достают. Но включим мы смартфон и проверим этот момент. Так, и вот такой вот у нас датчик. Датчик измерения атмосферного давления. Тыльная панель у нас выполнена из термопластика. Такой приятный на ощупь. То есть это не такой вот пластик, как есть дубовый пластик. Есть какой-то прорезиненный термопластик. То есть это действительно ударостойкий смартфон. Так, показывает, что функция NFC в этом гаджете присутствует. Так, глазок камеры. Одноцветная светодиодная вспышка. И четыре болта. То есть для того, чтобы вскрыть корпус смартфона, нам нужно будет открутить те самые четыре болта. И сетка, под которой спрятан у нас внешний динамик. И внешний динамик должен быть, во всяком случае, должен быть очень громким. Так, и вот такое вот у нас ушко для того, чтобы подцепить смартфон, допустим, на какой-то ремешок и так далее. Так, вот эта вставочка у нас выполнена из металла. Ну, что я вам могу сказать? Все выполнено достаточно дорого. Сборка отлично. Не люфтит ничего. Не болтается. То есть действительно защищенный смартфон. Так, что касается лицевой панели. На лицевой панели у нас уже нанесена защитная пленка от производителя. Можем снять верхний слой и пользоваться той защитной пленкой, которую уже одел производитель. Так, что касается лицевой панели. Лицевая панель у нас выполнена из стекла. Так, олеофобного покрытия, скорее всего, здесь у нас не будет. Так, ну вот сейчас палец скользит очень плохо. То есть олеофобное покрытие, если есть, то очень слабое. То есть под конец, когда буду интерфейс смарта юзать, скажу вам об этом более детально. Но, скорее всего, олеофобки здесь вообще нет. Тач выполнен из защищенного стекла Gorilla Glass 3-го поколения. Во всяком случае, это нам заявил производитель. В нижней части у нас вот такая вот металлическая набойка. Класс защиты указан IP68. На верхнем торце у нас находится разговорная динамика, камера, датчик освещенности, датчик приближения и, вероятнее всего, индикатор событий. На этот момент мы также проверим в ходе обзора. Что касается габаритов смартфона, в принципе, он тяжеловат. То есть, я думаю, не более 200 грамм, это уж точно. И его толщина корпуса в районе 14 миллиметров. То есть, это не кабан. Опять-таки, учитывая, что это защищенный смартфон. Внутри у нас находится несъемный аккумулятор с заявленной емкостью 4200 миллиампер часов. И вот вам сравнение с BV5000. Видим, что BV6000 он раскабанел. Вот, диагональ дисплея BV5000 5 дюймов, здесь 4,7 дюймов. Но за счет того, что корпус у нас более защищен, нежели в BV5000, то есть, вот так вот габариты у нас и возросли. Так, сейчас мы достанем вот эту вот отверточку. Давай, доставайся. И вскроем вот эти вот болтики, под которыми у нас скрылись сим-карты. Слоты для сим-карты. Так, затянуты они очень плотно. И опять-таки, это правильно. Почему? Потому что, если вы не до конца будете их затягивать, то вода при погружении будет подать в корпус. Вы затопите те самые слоты. Так, ребят, будьте аккуратны, потому что, когда вы открываете эту заднюю крышечку маленькую, то есть, вот эти вот болтики, они вылетают. Так, блин, надо их не потерять. Мы видим вот такую вот резиновую прокладку для того, чтобы вода не намочила наши слоты. Далее, два слота для сим-карт и слот для карт памяти microSD. Так, теперь бережно одеваем вот эту вот прокладку и закрываем заднюю крышку. Я практически уверен, что вода внутри корпуса не должна попасть. Но вот эти вот болтики, вот эта крышечка, она пока что не внушает доверия. Поэтому, когда я буду делать краш-тест, я на этот момент обращу больше всего внимания. Так, ну что же, включаем наш аппарат и начинаем наше первое небольшое тестирование. Да, ребят, элеофобного покрытия у нас нет. Еще раз напомню, диагональный дисплей 4,7 дюйма. Матрица IPS, воздушного слоя между тачем и дисплеем нет. Вот эти вот три сенсорные кнопки, которые находятся снизу, они подсвечиваются. Микрофон находится в вот этом вот месте и, скорее всего, он защищен резиновой мембраной. Так, заходим в настройки и устанавливаем русский язык. Прошивка от производителя уже предустановлена мультиязычная. И знакомимся потихоньку с интерфейсом. Интерфейс здесь нестандартный. То есть, новинка работает под управлением операционной системы Android версия 6.0. Вот, но оболочка, во всяком случае, тема у нас нестандартная. Вот такая вот военная, скажем так, какие-то черные такие цвета. Ну, для настоящих таких себе брутальных мужиков. Какие же функции у нас выполняют вот эти вот три сенсорные кнопки? С помощью лива мы сможем вызвать меню, центральный, домой и правый выполним действие назад. Что у нас из интересного находится на рабочем столе? Как мы видим, Google сервисы на данном аппарате уже предустановлены от производителя. Меня больше интересует, что у нас находится из интересного в настройках. Так, что я вижу? Различные смарт-функции. Volume Key Wake Up, Flip Mode. Так, это различные смарт-функции. В принципе, немало интересных. Вообще, кому-либо будут. Так, сделать скриншот прикосновением к тремя пальцами. Так, One Key Source Settings. Так, это функционал той самой кнопки Source. Здесь мы можем внести тот контакт, который будет набираться при нажимании этой кнопки. То есть, допустим, телефон какого-то лепшего товарища. Я думаю, вы уже с этим вопросом сами разберетесь. Так, дальше. В настройках экрана видим применена технология Mirror Vision. Так, Wi-Fi монитор присутствует. Здесь вы также сможете откалибровать и акцелерометр, и датчик приближения. Для передачи данных вы сможете воспользоваться Bluetooth. Так, и в дополнительных настройках еще мы сможем активировать NFC. То есть, NFC в этом смартфоне есть. И вот тот пункт меню, в котором находится самая известная нам смарт-функция. Это пробуждение с помощью двойного тапа, вызов ранее заданной функции с помощью ранее заданного узора. И так далее. Так, что касается радио. Ведь люди, которые будут покупать этот смартфон, однозначно будут пользоваться радио. Вот, радио есть, но для его работы нужно подключить гарнитуру. Итак, проверяем один из тех моментов, который будет интересовать множество людей. Вот у нас наушники Xiaomi Hi-Fi. И попробуем их установить в этот смартфончик. Нет, ребят. Но нам нужно будет пользоваться либо каким-то переходником, либо только теми наушниками, которые нам предлагает производитель. Потому что видим, что штекер у нас удлинен на тех наушниках, которые поставляются со смартфоном BlackVue. Я считаю, что это отнюдь не положительный момент. Вот, ну, во всяком случае, не знаю. Тем, кто пользуется наушниками. Так, далее я выскажу свое первое мнение по поводу звука из внешнего динамика. Вот, я устанавливаю максимальную громкость. Ну, пока что, честно сказать, ничего особенного. Вполне себе стандартный внешний динамик. Средняя громкость, как у самого стандартного смартфона. То есть, я думаю, что с помощью инженерного меню эту фишку можно будет исправить, подкрутить громкость выше. Но, опять-таки, об этом более детально уже в полном обзоре. Так, ну и последний момент, который мы с вами проверим в этой распаковке, это основная камера. По заявлениям производителя она получила модуль на 13 мегапикселей. Посмотрим, как же она себя ведет. Так, что касается интерфейса, он вполне стандартный. Стандартный, панорамная съемка, применение различных фильтров. Замедленная съемка, HDR. В настройках мы сможем установить максимальный размер фото. Он равен 18 мегапикселям. Это программно. Реальная 13-ка, уровень ISO 1600. Диафрагма у нас двоечка, по заявлениям производителя. Активировать стабилизацию. Электронную стабилизацию мы можем активировать для видеосъемки. Кнопка громкости. Служит в роли кнопки спуска затвора. Так, видео, видео, видео. Так, автофокус при записи видео. Нет, ребят, автофокуса при записи видео у нас нет. Нужно пользоваться тач-фокусом. Но видно, что электронная стабилизация работает. Что касается фотокамеры. Сделаем вот такой вот пробный снимочек. Автофокус у нас присутствует при фотосъемке. Видно, что фотокамера печальненькая. Но это защищенный смартфон. В принципе, ничего особенного от нее ожидать точно уж не стоит. Но более детально об этом моменте я уже вам расскажу в полном обзоре. Так, и что касается фронталочки. Фронталочка у нас на 5 мегапикселей. HDR можно активировать. Так. Максимальный размер фото равен 8 мегапикселям. Это программная реальная пятерочка. Так, ну и видео записывать 640 на 480 точек. Кнопка громкости. Служит в роли кнопки спуска затвора. Никаких бьюти в этом нет. Потому что этот смартфон для брутальных мужиков. Ну и перед тем, как подвести итоги, мы еще раз ознакомимся с функционалом вот этих вот механических кнопок. Так, ну, в общем-то, длительным зажатием мы вызываем камеру. И сама вот эта вот кнопочка должна служить в роли кнопки спуска затвора. Сейчас мы это проверим. Да, так и есть. Так и есть. Чем-то нужна кнопка для работы рации. Я, в принципе, пока что понять не могу. Ну и с кнопкой SOS я вас ознакомлю уже в полном обзоре. Ну что же, подводим первые итоги. Блин, забыл сказать. Индикатора событий в этом гаджете все-таки нет. Многие, особенно те, кто не связан с тематикой защищенных смартфонов, могут сказать, за что тут платить 190 баксов, ведь можно купить Meizu M3 Note и так далее. Друзья, те, кто работает на стройках, альпинисты, путешественники и так далее, просто должны боготворить такого типа девайсы. Я не знаю, насколько он качественный. Пока что я не могу вам об этом сказать, потому что нужно дождаться полного обзора. Но первые мои впечатления об этом смартфоне исключительно положительные. Классная начинка, неплохая сборка, отличный дисплей. Кстати, HD разрешения с головой хватает с применением технологии MiroVision. Для дисплея с диагональю 4,7 дюймов это самое оно. Давайте договоримся с вами так. Полный обзор на эту машину я буду пилить в любом случае. Но если вы мне поддержите полторушечкой лайков, то я с радостью сделаю это все более интенсивно. Ну, скажем так, быстрее запишу полный обзор, круче сделаю краш-тест и так далее. То есть я для вас действительно постараюсь. Я думаю, что вполне справедливо. Декупить новинку по актуальной цене я укажу в описании в комментариях под этим видео. Не забывайте пользоваться кэшбэк. Возвращайте часть денег со своих покупок. Если у вас есть что добавить, либо вы со мной где-то не согласны, либо просто хотите высказать свое мнение об этом гаджете, пишите его в комментариях. С радостью с вами пообщаюсь. Ну, а если вы еще не с нами, добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, читайте и комментируйте текстовые новости на нашем сайте andronews.com. Ну, а с вами был я, Андрей Ковтон, специально для Andronews. Да пребудет с вами Андроид. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok